Друзья, всем привет! С 1 июня значительно масштабировалась в большую сторону программа господдержки автокредитования, по которой можно получить субсидию в размере 10% от стоимости автомобиля. Теперь от государства можно получить в полтора раза больше денег, а также значительно увеличилась аудитория, которая может воспользоваться данной поддержкой. Льготные автокредиты, которые обеспечивают поддержку автопрома, теперь стали доступны большему числу российских граждан. Вдобавок увеличился максимальный лимит стоимости автомобиля, который можно купить с привлечением господдержки. С 1 июня 2020 года в России начала действовать расширенная программа льготного автокредитования. В частности, программами первые автомобили и семейный автомобиль смогут воспользоваться большее количество покупателей, а предельная стоимость автомобиля по ним увеличивается до полутора миллионов рублей. Как и прежде, программы льготного кредитования дают возможность получить выгоду в размере 10% на покупку нового автомобиля российского производства. Кроме того, приобрести автомобиль в рамках госпрограммы «Семейный автомобиль» теперь могут семьи, в которых есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок, ранее двое детей. К двум традиционным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» добавились две новые. Первая из которых дает скидку тем, кто сдает в трейды на автомобиль старше шести лет, вторая предоставляет выгоду сотрудникам государственных медицинских организаций. Условия те же, что и выше упоминавшихся госпрограмм. Скидка 10% при покупке нового автомобиля. Также напомним, что в апреле государство выделило на программу 7 миллиардов рублей. По оценкам аналитиков, этого хватит на покупку 150 тысяч новых автомобилей. Это была видеоверсия сайта «Тарантас Ньюс». Увидимся.